В эфире итоговый выпуск программы Бугинформ. Я Виктория Саченко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что интересного нового произошло в городе Бресте. Информационных поводов было достаточно много, а потому выпуск будет многоплановым и насыщенным. Коротко о главных событиях. Конструктивный диалог на актуальные и важные темы. В областном центре состоялось февральское заседание Брестского областного исполнительного комитета. Большое интервью председателя Брестского городского исполнительного комитета Александра Рогачука. Брест начинает активную подготовку к празднованию тысячелетия. Правильная осанка – залог здоровья. В регионе дан старт новому проекту, объединившему в систему целый комплекс мер, позволяющих сохранить здоровье детей и подростков. Об этом и не только прямо сейчас. Февральское заседание Брестского областного исполнительного комитета состоялось на текущей неделе в городе Надбугом. На повестке дня два вопроса. Подготовка к проведению весеннеполевых работ в сельскохозяйственных организациях Брещена, а также ход выполнения государственной программы «Культура Беларуси». Побывала на мероприятии и съемочная группа нашего телеканала. Тему продолжит Анастасия Остробко. В 2017 году перед агропромышленным комплексом области задачи стоят амбициозные, но выполнимые. Такое мнение в ходе состоявшегося заседания высказал министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Леонид Заяц. Брестские аграрии уже не раз доказывали на практике, что умеют работать на результат, которым можно гордиться. Показатели амбициозные для Брестской области, как и для Республики в целом. Должен отметить, к чести кадров, они были уже достижимы по прошлым годам. В 2014 году в том числе. Производили это количество зерна, картофеля, сахарной свеклы. Не добирали рапса. Здесь практически можем ответить на этот вопрос именно в текущий год. Слава Богу, с зимовки выходят нормально. А зимы культуры, рапсы, это дает уверенность в том, что при хорошем современном подходе, профессиональном уходе, можно получить запланированные урожаи и рапса, и зерновых культур. Грядущие весенне-полевые работы задел областного каравая. Посевную важно провести в оптимальные сроки с соблюдением всех норм технологического процесса. В деле нет мелочей. Должны быть и семена, и техника, и удобрения, и горюче-смазочные материалы в необходимом количестве и качестве. К сожалению, сегодня таким набором могут похвастаться далеко не все хозяйства региона. На следующей неделе председатель обл. исполкома Анатолий Лис и его первый заместитель, курирующий аграрную отрасль Николай Токарь, совершат рабочие поездки во все районы. В программе – встречи со специалистами, которые отвечают за сельское хозяйство. Последние должны представить руководству области детальный и проработанный план проведения посевной. Проведение весенне-полевых работ потребует оперативное решение многих вопросов. В первую очередь, это эффективное использование имеющихся денежных и материальных ресурсов, которых, к сожалению, немного. Второе – качественное проведение полевых работ в предельно сжатые сроки. Внедрение в производство современных ресурсосбережающих технологий. Неукоснительное выполнение поставленных задач, которые должны решаться ежедневно, а не просто декларироваться. Добиться намеченных результатов и получить высокий урожай мы сможем только благодаря строгому соблюдению технологий на каждом этапе проведения сельскохозяйственных работ. Реализация мероприятий по внедрению механизма эффективного контроля. Второй вопрос повестки дня – ход реализации государственной программы «Культура Беларуси» на 16-20-е годы. В минувшем году на Брещене выполнены все сводные и целевые показатели. Организации культобслуживания занимались специалисты 1145 учреждений. Особое внимание было уделено качеству проводимых мероприятий, повышению уровня оказываемых услуг, а также оптимизации расходов. В результате планомерной работы с учетом специфики каждого региона области в период с 2013 года было сокращено и преобразовано 268 учреждений культуры, что позволило обеспечить рациональное использование материальных ресурсов, экономию бюджетных средств, а также повышение качества работы самих учреждений. Как пример, в 1991 году в области почти 1000 библиотечных учреждений обслуживало 600 тысяч читателей. Сегодня действует менее 500 библиотек, которые обслуживают почти 500 тысяч читателей. То есть сеть учреждений сократилась ровно в два раза, в то же время количество обслуживанных читателей уменьшилось незначительно. Губернатор региона Анатолий Лис обратил внимание специалистов на необходимость искать новые темы и современные формы работы. Безусловно, нельзя забывать о корнях, традициях и устоях. Однако время не стоит на месте, преобразования должны происходить и в сфере культуры. К тому же, если проект полезный и интересный, он способен принести доход учреждению. Подчеркнул Анатолий Лис и важность взвешенного подхода при строительстве и реставрации объектов. Необходимо понимать, как они затем будут использоваться, иметь четкий план мероприятий, не обходить стороной вопросы окупаемости. В условиях снижения уровня бюджетного финансирования перед учреждениями и организациями культуры поставлена задача качественного роста оказываемых в данной сфере услуг. Этого можно добиться прежде всего путем планомерной работы по оптимизации сети, повышения доли внебюджетных доходов, увеличения загрузки и эффективности работающих учреждений. И еще, не за горами 2019 год, особый для центрального города региона. Тысячелетие Бреста важно отметить на достойном уровне. Подготовительные мероприятия уже начались, однако данный вопрос всегда должен быть на особым контроле. Вы знаете, что подписано распоряжение президента нашей страны по этому вопросу. Создан организационный комитет, намечены планы, но хотел бы, чтобы это не было каким-то формой застоявшейся. Вот намечено несколько мероприятий и все. Нет, особенно в вопросах культуры, туристической деятельности, привлекательности нашей местности, нашего города. Здесь надо поработать очень серьезно. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Тема тысячелетия областного центра стала основной и на заседании Брестского горысполкома. Обсуждался проект решения программы благоустройства Бреста в рамках подготовки к празднованию. Члены исполкома, депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, приглашенные руководители предприятий и организаций, активно включились в обсуждение программы. Тон был задан брестским градоначальником. Главное заявление и самые яркие моменты большого эксклюзивного интервью председателя Брестского горысполкома Александра Рогачука, которое наши корреспонденты получили после окончания заседания, смотрите прямо сейчас. Кропотливая работа по подготовке к юбилею Бреста началась не сейчас. Уже на протяжении пяти лет областной центр активно готовится к празднованию своего тысячелетия и на уровне реализации строительных проектов, а также на уровне организации массовых мероприятий. Новые формы проведения, новые подходы, изюминки и изыски – все это непременно станет частью большого торжества, которое случится уже совсем скоро, через два с половиной года, в 2019-м. Празднику «Быть» 25 августа прошлого года глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение подготовки к празднованию тысячелетия Бреста, в котором прописаны конкретные мероприятия, определены источники финансирования и круг ответственных. Да, принято решение главы государства о проведении мероприятий по тысячелетию. Да, обеспечено финансирование основных объектов, которые есть в распоряжении. Я в этой ситуации очень благодарен руководству областполкома, лично губернатору, который пристальное внимание уделяет реализации этого плана и который обеспечивает в данной ситуации областным бюджетом финансирование всех объектов. Но этого недостаточно. Каждое предприятие, организация, каждый житель Брещанин должны включиться по мере силы возможностей в этот процесс. В сентябре 2016-го Александр Рогачук собрал большой совет, участниками которого стали руководители предприятий, и предложил помочь городу, высказав свои предложения и инициативы. Что важно, откликнулись, а значит получилось. Мы все это свели в один план, получилось 235 направлений. В подавляющем большинстве источник реализации этого плана – это прибыль предприятий, это собственные средства предприятий. Что это будет? Где-то благоустроенная территория, где-то отремонтированный фасад, где-то новая красивая клумба, где-то какой-то знаковый объект, который будет символизировать то или иное предприятие, как в частности поле и фонарей. Я думаю, что тема хорошая, она в принципе уже заканчивается по нашему городу. Где-то будем делать какие-то именные скамейки, именные дальнейшие фонари, другие объекты. То есть здесь творчество людей, оно широкое. Поэтому мы сегодня на заседании гуры с полкома этот план приняли за основу. Это не догма. Абсолютно очевидно, что он будет меняться, развиваться, где-то расширяться. Что-то получится, а что-то, возможно, и не получится. Продолжая интервью, Александр Рогачук подчеркнул, что городская администрация обратилась за поддержкой и к именитым землякам. Мы тоже обратились ко всем им с просьбой. Помогите городу, что-то предложите. Что конкретно, мы не говорим ни проекты, ни суммы и так далее. Я надеюсь, что какая-то ответная реакция будет. Конечно, хотелось бы ледовую арену, которая нам уже неоднократно обещает руководство «Газпрома» для города Бреста. Неоднократно пока обещает, но хотелось бы, чтобы они приняли соответствующее решение. Хотелось бы, чтобы «Лукойл», где наш выходец славный работает из первой гимназии, и мы тоже с ним уже на контакте. Поэтому мы ждем хороших конкретных предложений и в этом направлении. Но для меня даже еще более важно, чтобы каждый житель, не только фирма, даже не предприятие, а каждый житель подумал, а что же конкретно он может сделать для своего города. Конечно, это чистый ухоженный двор, конечно, это чистый ухоженный балкончик, помытые окна. Это тоже здорово. Вроде мелочь, но это создает в целом атмосферу города. Всем задействованным в подготовке службам и руководителям, неоднократно подчеркивал он заседание мэр города, необходимо весьма ответственно отнестись к поступающим от горожан предложениям. Каждое весьма ценно. Горосполком должен стать своеобразной штаб-квартирой, где будут аккумулироваться все идеи. Городской исполнительный комитет открыт для идей горожан, открыт для предложений, для конкретных каких-то точек реализации, которые могут увековечить и человека, и предприятия. В данный момент мы реализуем хорошие общественные инициативы. Я имею в виду фонтан по улице Советская, где будет комплексное финансирование, и бюджетное, и субъекты хозяйствования. Я имею в виду благоустройство нашего парка воинов-интернационалистов, ну и, конечно, наш городской сад, который совместными усилиями должен приобрести очень интересный, аутентичный, ни на что не похожий вид. Поэтому я доволен, что наши горожане откликнулись. Первую идею выдвинул брестский краноначальник. Ее, конечно, проработают, но задумка очень интересная. Каждый город, а уж тем более Брест, он просто обязан иметь свое лицо. В зимний период мы сделали определенный акцент на подсветку зданий, на иллюминацию. А вот, начиная с этой весны, я хочу сделать особый акцент в нашем городе на цветочное оформление, на наши клумбы, на цветы. Брест должен ассоциироваться с городом цветов. Это очень здорово, это не затратно, это очень красиво. Да, коммунальные службы уже сейчас готовят мне соответствующие предложения, какие клумбы мы будем делать в этом году за счет бюджетных средств. Без этого нельзя обойтись, потому что серьезные композиции, которые есть на бульваре космонавтов, на бульваре Шевченко, это, конечно, требует профессионального подхода. Но я бы хотел, чтобы каждый горожанин, каждый субъект хозяйства, особенно наши предприятия торговли, общепита, подумали, а как можно живыми цветами украсить вход в свое помещение, как можно украсить свой балкон, свой офис, чтобы это работало на эстетику и города, чтобы это придавало неповторимый вид. Конечно, начнем с улицы Советской. Я думаю, что Советская должна утопать в цветах, утопать в зелени. Думаю, что у нас все получится, потому что тема хорошая, красивая. Пользуясь случаем, я хочу также призвать наших горожан активно включиться в эту работу. Раньше, в те недалекие времена, каждый балкончик, были соответствующие цветочницы, и считалось для хозяйки признаком хорошего тона на балконе посадить цветы. Конечно, это хорошая традиция, которую надо продолжать. Тема озеленения – сложная тема, но город Брест, подчеркнул председатель горосполкома, был, есть и останется зеленым городом. Вырубка проводится по необходимости. В 2016 году было удалено 2200 деревьев, но взамен посажено 6000. Действовать по-другому нельзя. Акцент «Парк Тысячелетия», акцент «Новые заречные микрорайоны», акцент «Городской сад», я уже вам сказал, акцент – это наши новые дороги, где должны быть, конечно, посадки деревьев. Этот акцент будет и дальше соблюдаться. Поэтому прошу я общественности не волноваться. Поверьте, что мы не менее бережно и трепетно относимся к озеленению нашего города, чем кто-то другой. Больная тема – замена старых елей на центральной площади города Бреста. Вид их оставляет желать лучшего. В общей сложности возраст деревьев составляет около 70 лет. Время и неблагоприятная экология придали им статус эстетически непривлекательных и аварийных, а значит, опасных для жизни и здоровья горожан. В связи с этим руководство горосполкома рассматривает возможность замены старых деревьев на новые, более молодые и устойчивые к современному климату и городским условиям. Наверное, нам придется решиться на очень, наверное, не самую популярную меру, но вынужденную меру посадить новые ели взамен этих елей. Как это будет идти, какими этапами, пока еще неизвестно. Но это надо делать, это объективно надо делать. Возможно, в этом году мы приступим к какому-то первому этапу благоустройства площади Ленина. Это очень сложная тема. Я хочу быть правильно понятым горожанами, что мы должны к тысячелетию площадь Ленина тоже привести в нормальный европейский вид. Безусловно. Выполнение всего вышеперечисленного даст прекрасную возможность сделать юбилей родного Бреста ярким, красочным и незабываемым. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Денис Величкевич, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. День защитника Отечества и вооруженных сил Республики Беларусь отпраздновала на этой неделе страна. Поистине всенародный праздник знаменует дань глубокого уважения к нашей героической истории, олицетворяет преемственность ратных традиций, является признанием заслуг защитников Отечества всех поколений. Сегодня патриотизм белорусского народа, консолидация общества являются важнейшим фактором безопасности нашей страны, а вооруженные силы достойным преемником тех, кто на века вписал в историю свои подвиги. Торжественные мероприятия прошли во всех уголках нашей страны. В городе Бресте по традиции праздничный день начался с торжественной церемонии возложения цветов у Стеллы на Площади Свободы и в мемориальном комплексе Брестская крепость Герой. Мероприятие, посвященное празднованию Дня Защитника Отечества традиционно начинают отсчет у главных исторических монументов, символов доблести, славы и настоящего мужества. Брест – город с большой историей и военным прошлым. События Великой Отечественной войны вписали немало героических страниц в летопись областного центра. А потому и сегодня здесь чтят и помнят подвиг советских солдат. В торжественной обстановке на Площади Свободы руководство города, представители дипломатических миссий, ветераны и инициативная молодежь возложили цветы у памятника освобождения. Самое главное для нас – это, конечно же, мир. А для того, чтобы был мир, надо, чтобы мы имели возможности, средства его защитить. Всем брещанам мира, добра, благополучия, удачи во всех делах и начинаниях, осуществления всех планов и замыслов и с праздником защитников Отечества. Памятные мероприятия продолжились в стенах священной цитадели, земля которой пропитана кровью тысяч солдат, павших в первые минуты Великой Отечественной войны. Сила, мужество и стойкость военнослужащих стали первой преградой на пути гитлеровской армии. На подвигах солдат тех времен выросли новые поколения, которые и сегодня продолжают славные традиции. Произнеся однажды присягу служить верно и преданно Родине, они проносят ее через всю жизнь. Много лет жизни отдана службе в вооруженных силах. То есть Родину защищать. Помните такую фразу? И поэтому, естественно, что переживаем за состояние вооруженных сил сегодня. Желаем, чтобы мирно было на земле. Безусловно. Традиционно 23 февраля областной общественно-культурный центр становится площадкой для еще одного, не менее ответственного и почетного мероприятия. В торжественной обстановке лучшие офицеры Брестского гарнизона получают награды за отличную службу, боевую подготовку соединений и особый вклад в развитие современной системы обороны. За каждым дипломом, грамотой, медалью стоит большая работа. Работа над собой, работа с подчиненными и, конечно же, особое отношение к выбранному когда-то делу. Прошлый год был познаменован дальнейшим укреплением совместной работы органов власти и нашего гарнизона. Мы существенно укрепили материальную базу 38-й бригады. За счет областного и городского бюджета построено новое спортивное ядро, засфортированные дороги. Есть дальнейшие планы по укреплению материальной базы в контексте тысячелетия и других воинских частей, и 38-й бригады, в том числе, опять же. В этом году мы сдадим 200-квартирный удалевой дом, где каждый военнослужащий, стоящий на очереди в улучшении жилищных условий, мог и реализовал свое право построить по достаточно приемлемой цене, я бы сказал, по льготной цене, себе жилье в южном микрорайоне нашего города. Как бы то ни было, все равно ядром защиты Отечества будет человек в погонах. Низкий поклон, с праздником и всего самого наилучшего. Беларусь – миролюбивое государство. В Конституции нашей страны записано, что республика в своей внешней политике исходит из принципов равенства государств, неприменения силы или угрозы силой. Однако, как отметил в своем поздравлении президент Александр Лукашенко, первостепенное внимание в защите национальных интересов. Страницы богатой белорусской истории слишком часто были написаны кровью, а потому современный белорусский народ живет осознанием того, насколько ценен и важен мир и почему его надо беречь. Беречь не только в вопросах внешней политики, но и в своем городе, в своем коллективе, в своей семье. И поэтому День защитника Отечества – это день тех, кто в трудной ситуации всегда рядом. В первую очередь это День защитника Отечества и вооруженных сил Республики Беларусь. Это тех, кто служил, на данный момент исполняет воинский долг, вне зависимости от того, какие у него погоны он носит на плечах, а также тех, кто выполнил его ранее и готов в дальнейшем всегда в нужный момент встать на защиту нашей Родины, Республики Беларусь. Совершенствование материально-технической базы – один из факторов полноценного развития города. Эту мысль взяла на вооружение руководство Брестского троллейбусного парка. Большое предприятие с достаточно богатой историей давно нуждалось в модернизации и обновлении. Об этом неоднократно говорил и мэр города Александр Рогачук, посещая организацию в рамках рабочих поездок и открытых совещаний. Накануне задумки городских властей и руководство троллейбусного парка притворились в жизнь. Учреждение приняло на обслуживание две промышленные новинки. Ровно в 16 часов 30 минут через ворота парка прошла новая транспортная техника. Два троллейбуса модели АКСМ-321 стоимостью порядка 310 тысяч рублей каждый уже совсем скоро выйдут в город, чтобы перевозить пассажиров. Этих троллейбусов мы планируем получить до первого полугодия, на точную дату до апреля, 12 единиц. Сегодня пришли первые две машины. Естественно, эта машина абсолютно новая. Новые технологии с достаточно большим количеством импортных составляющих. Немецкий мост, например, здесь установлен. Отличий у новых троллейбусов от их предшественников относительно немного. Однако они есть. Лобовое стекло стало больше, что позволяет расширить угол обзора водителю. Изменена комплектация задних фонарей. Кроме того, в машинах сразу установлены логотипы. В производстве троллейбуса были использованы как белорусские, так и импортные технологии. Что они дают? В первую очередь, мы повысим качество перевозок, безопасность перевозок, потому что у нас есть машины, которые уже требуют выходить в свою нормативную сроку и которые требуют замены. Эти машины будут работать на всех маршрутах, которые мы получаем. В ближайшие дни троллейбусы будут собраны в депо, в них установят компостеры. Ежедневно на рейс из парка выезжают более полусотни машин. А сейчас о других событиях и мероприятиях. Лечебно-профилактический проект «Правильная осанка залог здоровья» стартовал накануне в городе Надбугом. В церемонии открытия принял участие заместитель председателя Брестского облсполкома Олег Величко. Первый этап оздоровительной кампании пройдет в областном центре, а дальше инициатива будет реализована во всех районах региона. О новом проекте и задачах перед системой образования и здравоохранения Анастасия Наздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Правильная осанка – залог здоровья. Проект, объединивший в систему целый комплекс мер, позволяющих сохранить здоровье детей и подростков. Да, тема нарушения осанки давно не новая. Однако теперь работа со школьниками будет локализована и затронет те аспекты, которых не хватает в современной системе образования. Проблема гиподинамии все чаще и чаще звучит из уст медиков. В среднем по области 6,4% от всех школьников имеют нарушение осанки и 4,7% школьников страдают той или иной степенью сколиоза, ну а в общей сложности 11%. Ну это, наверное, как говорится, большое количество. Если так говорить, это примерно 17 тысяч школьников. Это две дивизии. Поэтому проблема, ну явно исходя только из статистики, она требует какого-то разрешения. Проект «Правильная осанка. Залог здоровья» – это своего рода комплексный профосмотр для детей города Бреста и региона. Во время акции школьники смогут пройти диагностическое исследование позвоночника, получить консультации специалистов – ортопеда, невролога, хирурга-травматолога. Кроме того, без вреда для своего здоровья ребята воспользуются услугами компьютерных топографов. Технология позволяет выявить нарушения на ранних стадиях и тем самым обратить на себя внимание медиков и родителей задолго до первых серьезных проблем. Как рассказал в интервью журналистом заместитель председателя Брестского областполкома Олег Величко, таких аппаратов планируется закупить еще три – в Брест, Барановиче и Пинск. И возможным это будет благодаря грамотным вложениям и рациональной экономии. Проект «Безвозмездное донорство» за четыре месяца смог сплотить в рамках доброго и почетного дела более двух тысяч доноров. Согласно последним подсчетам, 44% кровосдач были проведены на безвозмездной основе. В результате этой акции сегодня процент безвозмездных сдач крови примерно составляет 44%. И это высвободило определенные деньги, достаточно серьезные деньги. Этих денег хватит, чтобы закупить сегодня три аппарата. Ну, естественно, мы будем начинать с больших городов. Это Пинск, Баранович и Брест. Ну, а потом тихонько идти в более мелкие районы. Как один из элементов помощи детям в решении проблем с осанкой, представители вертикали власти и медики видят в реализации в системе образования еще одного направления – широкого внедрения учебных конторок. За такими партами дети во время урока поочередно обучаются стоя. Пока ими минимально оборудованы только 75% учреждений образования Брестской области. И не все педагоги владеют методикой работы с ними. Кроме того, не стоит забывать и о таком сегменте помощи, как ортопедическая обувь. Сегодня модельный ряд и цветовая гамма как никогда широки. Есть вальгус, есть поперечная плоскостопия, есть продольная плоскостопия, косолапость. Виды совершенно разные. Для того, чтобы ребенку, даже и взрослому, комфортно было ходить, чтобы позвоночник стоял нормально, существуют ортопедические стельки. Я вам просто показываю стельку при вальгусной деформации. Здесь находится ножка, пяточка находится в правильном положении. Супинатор для того, чтобы создавать амортизацию при ходьбе. Это то, что для позвоночника, чтобы позвоночник не входил в землю, а хорошо при ходьбе чувствовал себя, скажем так. В нашей ортопедической обуви, во всей которой мы изготавливаем, профилактическую ортопедическую обувь, есть стельки с выкладкой свода. То есть эти стельки, эту обувь можно носить абсолютно всем детям. Сохранить здоровье детей – вот основной посыл крупномасштабной акции, которая будет реализовываться в этом году во всех учебных заведениях региона. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щербант, Луговкин специально для итоговой программы. Международный день родного языка отпраздновали на этой неделе жители многих стран мира. Несмотря на то, что по данным ЮНЕСКО белорусский язык на грани исчезновения, страна активно поддержала эту инициативу, чтобы доказать обратное. Актуальных мероприятий было много. Съемочная группа нашего телеканала не осталась в стороне ни от одной тематической встречи, состоявшейся в Бресте в рамках инициативы. Белорусские национальные мотивы, музыкальные номера и авторские стихи народной мови начали звучать в городе еще до начала Большого торжества. Праздничные концерты и тематические встречи объединили вместе неравнодушных к колориту белорусского языка, культуры и истории. Сюрпризы с белорусским акцентом в городе над Богом продолжались на протяжении всей недели. Международный праздник получился по-настоящему насыщенным на события. К примеру, книжный магазин «Искра» стал для брещан не только лучшим местом для покупки понравившегося издания, но и площадкой для знакомства и общения с современными белорусскими писателями, проводниками родного языка. Знакомство с авторами – это прежде всего живая встреча с их книгами, это обоюдное восхищение красотой и неповторимости белорусского слова. Это важный метод приобщения детей к литературе и искусству слова. К большому сожалению, в школах маловато проходит уроков белорусского языка и литературы. Поэтому мы должны во внеурочное время как можно больше, чтобы дети сталкивались с белорусским языком, потому что это наша национальная, это наша гордость, это наш внутренний мир. Когда белорусская мова была государственной и был выдаден статут на белорусской мове, когда мы выходили в великое княжство литовское, а потом, когда образовалась речь посполитая, белорусская мова не стала головной, уже стали выучать польскую мову. И от этого уже начали притеснять, но она живая, она не сгинула. И тому так важно, чтобы наши дети знали, откуда она, чтобы они любили эту родную мову, это наше родное слово. Ну и она рылися, что они живут в такой прыгожей краине Беларусь. Называть белорусский язык мертвым крайне неправильно. Убеждение героя нашего сюжета – белорусского поэта, телеведущего, музыканта Андрея Токинданга, приехавшего в город над Богом из столицы страны в рамках важной даты. Цель приезда простая. Со слов Андруся, это отличный повод вместе с брестской молодежью поговорить по-белорусски и сделать это играючи, ведь наш родной язык вдохновляет на такие встречи и на что-то большее. А спасать белорусский не нужно, он и так жив, и не только в средствах массовой информации. У нас богатая белорусскомовная культура, и сами эти мовные курсы свяжутся об этом, что есть низовая цикавость до мовы. Потому что цикавость людей не сверху, а цикавость простых людей, которые объедновываются, не как сами организовываются, как бы поразмолять по-белорусски. Ну, это раз, а два, шмат гуртов мудричных на белорусской мове, шмат литературы выдаётся. Всё ж таки, ну, махчыма, орёл белорусской мовы, он не таки великий, как хотелось нам, але всё ж таки белорусская мова не помирая, и она развивается. Этот темнокожий молодой человек, который всегда разговаривает по-белорусски, не может не удивлять своим хорошим владением мовы, такой напевной и мелодичной, звонкой и живой, а ещё заставляет вдохновлять и созидать. С кармы да справы, змарнеть пушчэн, годзе цурацэн свайго харацтла, зае любовь, як дыя мэн. Верости мая своя особлива, особливости, тому, что тут худше и за всё люди больше чуют польскую мову, чем белорусскую, але не треба забывать, что у нас две державные мовы, тому треба добро размовлять и разуметь як русскую, так и белорусскую мову. Всё ж таки, я лечу, что родная мова для белоруса, белорусская. Возможно, сегодня вы не говорите по-белорусски, но уже завтра освоите тросянку, а вскоре осознаете весь колорит чистого литературного белорусского языка и выучите его в совершенстве, ведь вместе с мовой будет жить и нация. И это всё на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунётесь на нашем канале в мир киноприключений и документальных сериалов, так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Напоминаем, Бук ТВ вы можете смотреть в базовом пакете интерактивного телевидения зала, включив 111 канал. Я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 26 февраля в Бресте ночью сохранится влияние холодной и неустойчивой воздушной массы. Днём ожидается перемещение фронтальных разделов с территории Польши. Пройдут осадки, мокрый снег, дождь различной интенсивности. Слабый гололёд на отдельных участках дорог гололедится. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью минус 2 градуса, максимальная днём плюс 3. 27 февраля ночью сохранится влияние атмосферных фронтов. Днём погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления. В Бресте ожидается переменная облачность без осадков. Слабые туманы, гололёд на отдельных участках дорог гололедится. Температура воздуха минимальная ночью плюс 1,3, максимальная днём 8 градусов выше нуля. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин